Добрый день, глубоко уважаемая Галина Николаевна и члены жюри. Сегодня мне хотелось бы затронуть такую тему, как самотоформное расстройство в клинике участкового врача-терапевта на примере клинического случая. Большая часть больных с различными жалобами соматического плана в первую очередь обращается за медицинской помощью к врачам первичного звена здравоохранения. И нередко участковому терапевту приходится сталкиваться с пациентами, которые демонстрируют симптомы, но патофизиология которых остается неизвестна, непонятна врачу. Такие больные ходят от врача к врачу в поисках диагноза и лечений, и узкие специалисты не знают, какой диагноз ставить. И в этот момент у участкового врача возникает вопрос, неужели это тупик? Речь идет о больных с самотоформными расстройствами. Это группа психических заболеваний, в основе которых лежат физические симптомы, напоминающие соматическое телесное заболевание. Но никаких специфических нарушений органов и систем обнаружить не удается. Давайте посмотрим частоту встречаемости психических расстройств в лечебных учреждениях за прошлые столетия. И как мы видим, в поликлиническом звене наибольшая частота встречаемости именно у самотоформных расстройств по сравнению с тревожными и депрессивными расстройствами. Вот информация за 2007 год. И как мы видим, статистика особенно не изменилась. Рассмотрим клинический случай. К участковому врачу-терапевту приходит мужчина 55 лет, который на протяжении двух лет предъявляет жалобы на Учащение стула до 4-5 раз в день, ощущение неполного опражнения кишечника, стул неоформленный, с примесью в слизи, абдоминальный дискомфорт, вздутие живота, постоянное чувство наполненности желудка через несколько часов после еды, непереносимость пищи, снижение физической активности, учащенное сердцебиение, неудовлетворенность вдохом, мигрень, ком в горле при глотании, невозможность спать на левом боку. При лабораторных исследованиях, общих и расширенных, патологии обнаружено не было. Инструментальное исследование при УЗИ органов брюшной полости выявило стеатоз печени и поджелудочной железы, при ЭГДС поверхностный гастрит. Голомоноскопии патологии никакой не обнаружило. Исходя из диагностических критериев синдрома раздраженного кишечника, на основании рецидивирующей абдоминальной боли, по крайней мере один день в неделю за последние три месяца, связанной с дефекацией и изменением частоты и формы стула, участковый терапевт верифицировал диагноз СРК с диареей. Была назначена соответствующая терапия с пазмолитиком, противодиарейным и препаратом для лечения функциональных расстройств кишечника. Но эффект был незначительный. А теперь обратим внимание на особенность анамнеза больного и его симптоматику. Это то, что клинические проявления имели чрезмерность, экспрессивность и полиморфизм. При этом сочетались различные симптомы комплексы, никогда не встречающиеся при одном и том же заболевании. Наблюдалась особая динамика. Изменчивость, подвижность, внезапность появления, исчезновение, видоизменений и нарастания симптомов под влиянием ситуационной и стрессовой информации. Больной имел коллекцию обследований, консультаций и диагнозов от разных специалистов и многократно госпитализировался в лечебное учреждение. И, конечно же, отсутствовал эффект от стандартной терапии. Участковый врач направил пациента на консультацию к психиатру, который установил окончательный диагноз с аматоформной вегетативной дисфункцией СРК с диареей. Возникает вопрос, кому же все-таки лечить таких больных? Психиатру, который лечит медикаментами и нарушением психической сферы жизни? Или психотерапевтами, которые лечат словом? Или все-таки терапевтом, который назначает симптоматическую терапию? Во всех трех случаях имеются свои сложности. Например, врачей-психиатров на данный момент недостаточно, и они ориентированы в первую очередь на тяжелые расстройства. Чаще всего не учитывают соматические болезни, и в простонародье существует такое убеждение, что к психиатру обращаются только шизофреники. Поэтому важно знать определенные показания для направления пациента на консультацию к психиатру. Это суицидальные мысли и попытки, и отсутствие эффекта от лечения через 2-4 недели, как в нашем случае. Таких специалистов, как психотерапевт, у нас еще меньше. Пока еще недостаточно доказана эффективность используемых ими методик. Терапия очень длительная, от нескольких месяцев до нескольких лет. Имеет нестойкий характер, она проводится, эффект есть. Закончилась терапия, эффект исчезает. И она очень дорогостоящая. Тогда же почему именно интернистам чаще приходится лечить таких пациентов? Конечно, из-за многочисленности врачей в первую очередь. Из-за того, что они раньше и чаще встречаются с пациентами. И у населения нет предупреждения, если у них что-то заболело, они сразу идут в поликлинику к кому? К участковому врачу-терапевту. И вот такая хорошая картинка. Если не я, не ты, то кто? Именно так должен мыслить участковый врач-терапевт. После консультации психиатра и формулировки окончательного диагноза была проведена коррекция терапии. Продолжена проводимая терапия, но сделался акцент на немедикаментозную терапию, а именно введение пищевого дневника, где пациент описывал свое самочувствие после употребления в пищу того или иного продукта. Ну и добавлен прием трициклических антидепрессантов, такие как амитриптилин. И вот как раз на фоне данной терапии отмечено значительное улучшение в течение заболевания. Исчезли тягостные симптомы больного, изменился в лучшую сторону фон настроения. И таким образом мы можем сделать вывод, что наиболее эффективным в лечении соматоформных расстройств является совместная работа терапевта и психиатра. Спасибо за внимание.